смотрю сейчас канал стюардессы эмиратс которые работают санья сараметова сушки у нее канал молодой но подписчиков очень много я потише сделаю потому что потому что всем конечно же интересно мне тоже интересно смотреть на жизнь которая у тебя нет и у многих такой жизни нет то что она стюардесс она летает там эмират сейчас она в индии их а в отелях селят чтобы это все переждать там до перелет вот эти вот понятно что им все это оплачивается они могут выйти в город она знает и понятные языки наверное не один и вот так смотришь и думаешь многие матери хотели бы для своих дочерей ну вот такую интересную жизнь согласны и понятно что и деньги хорошие она получает но с другой стороны вот если посмотреть на потом да ведь как планируют матери ты по работе ты развивайся вот и там раза будешь раз вся такая развитая умная красиво и потом ты найдешь себе такого мужика ну когда тебя будет там не знаю 35 ну я не знаю сколько им должно быть но как правило да и ей под тридцатник скорее всего я лет наверно 27 28 я так думаю да кратя будет 35 ты уже никого не найдешь все мужики уже будут разобраны и хорошие богаты может и найдешь какому-нибудь в разводе разведенного там не знаю там под полтос да ну ладно не в этом суть это во первых а во вторых тебя была такая интересная жизнь ты знаешь несколько языков ты летала ты многое видела ну да опять таки ты не на любого мужика согласишься какой-нибудь простачок просто который может быть даже более-менее нормально зарабатывает но никуда ничего не летал ничего не видел до тебе с ним будет неинтересно ты такая вся крутая все видела везде летала до те будут уже не интересны таким мужиком я это говорю ну как бы сказать я их знают о таких девушек и конечно немного в моем окружении но парочка найдется которым просто и мне найти мужика ну просто потому что у них интересная жизнь зачем им менять свою прошлую интересную жизнь хоть даже уже и престарелую да там когда тебе за тридцатник на какого-то мужика да а ему надо детей рожать ему надо готовить убираться лучше я буду жить без детей без мужика буду жить веселой своей жизнью да зачем мне эти дети чтобы я была и одновременно и прислуга и горничной и секса рабыней да ну так я просто знать я общалась женщинами с этими они так и считают да а им не перестроятся уже они не смогут засесть 4 в стенах и спокойно воспитывать детей не смогут есть перед глазами имеет другой пример женщины которые рожают детей но их дома вообще нет у них шило в заднице они бегают они все время пытаются цепляться за ту жизнь интересную насыщенную которую у них было ну я не знаю разводится мне они потом не разводится своими мужьями некоторым разводятся некоторые не развиваются вот но и меня успокоиться ну потому что они не смогут уже спокойно жить спокойно семейной жизни мать спокойно с ребенком на больничном сидеть когда ребенок заболел спокойно сходить ребенка погулять там по водить туда по водить сюда это 7 будет беготня это все будет все так умна на взрыве это так и есть поэтому когда ты смотришь на свою дочку и думаешь, какой же ты ей жизнь желаешь? Вот спокойной? Или вот в такой, в беготне? Или когда ей 35, а у неё не было ещё ни разу серьёзных отношений, она вся такая успешная, вообще идеальная, вся такая красавица, да? Но у неё даже ни разу... Не, секс-то был, понятное дело? А вот так, чтобы серьёзных каких-то отношений не было, да? И непонятно, что у неё будет семья, будет у неё ребёнок или не будет. Вот напишите мне, друзья, кто, какой жизни желает своим детям? Ну, девочкам, да? Вот какой? Вот такой вот, да? Когда всё интересно, всё классно, всё здорово. Но, как бы сказать, что там дальше будет, непонятно. Очень часто, кстати, бывает так, что этим женщинам, которые... Вот они все умницы, красавицы, всем положительные, им потом не родить. Нам-то уже не родить тем, кто... Ну, хотя, знаете, я тоже в 27 рожала, то есть это тоже уже поздно. Ну, так или иначе, как бы сказать, нам уже не родить, да? А им после 35 лет тоже непонятно, что у них там и как. Вот. Можно сказать, засыхают все детородные органы. Но им вообще сложно. Вот. Вот какой бы вы жизнью своим дочкам желали? Отцы, матери. Ну, мне кажется, отцы в этом плане вообще по барабану. Это матери в основном они охвачены этой идеей, да? Чтобы девочка была очень умная, очень успешная, самостоятельная, вся такая. Ну, не знаю, не знаю. Не, я бы такой жизни не хотела. Я знаю, я общалась с одной-другой женщиной, ну, как бы сказать, и она мне, она рассказывала просто своих, блин, какой прыщик, о своих взглядах. Как она знакомится, как с мужчинами, там, этот не то, этот не так, этот не сяк, этот не сяк. И вот ты как его смотришь и думаешь, так тебе вообще никто не нужен. Так и хорошо, не нужен, живи сама. Ты самодостаточная, у тебя все есть, у тебя все хорошо, тебе, мужик, и не нужен. Вот. И я не знаю, как бы сказать, насколько это может быть взаимосвязано, но я хочу сказать, что у таких женщин часто бывают какие-то проблемы на женском, по женской части. Рак. Рак по женской части. Да. Вот у женщин, у них с какой-то неустроенной личной жизнью, с какой-то, я не знаю, может быть, даже обидой на мужиков, и все остальное, у них часто бывает рак. Может быть, это мое чисто наблюдение, совпадение такого, вот мое окружение, да, но вот я с таким сталкивалась, вот с таким, что именно у этих женщин, у них вот и возникает такое заболевание. Я почему вот сейчас про рак, просто мне там подписчик один написал комментарий, к тому, где мы с Линдой готовили эти вафли, по поводу того, что вот вы про Машу видео снимали, про то, что Маша от рака умерла, про питание, про все дело, а вот, а сами типа вы едите вот так, и все типа так же едят, несмотря на то, что люди умирают. Вы знаете, я не соглашусь, что прям вот то, что мы едим, прям вот от этого сразу рак. Я с этим не соглашусь. У меня какое-то такое ощущение, что все-таки очень много вот и вот отсюда идет. У меня такое ощущение, что люди сами себя убивают. Люди сами себя, как сказать, доводят до этого рака. Не знаю, может быть, у них установки какие-то внутри. У меня почему-то такое ощущение. Может быть, это ощущение ложное, ложное мнение, но мне такое ощущение, что вот люди как будто сами себя начинают, ну, как сказать, настраивать на то, чтобы, что им уже тут больше нечего делать. У нас же у всех, там, говорят, образуются вот эти клетки-то, да, но не у всех же, как бы сказать, потом и все. Мне такое ощущение, что это вот какой-то самонастрой на самоуничтожение. Я вот помню, ну, смотрела некоторые каналы женщин, которых был рак, и которые вот снимали, да, видео, ну, потом умирали. Я вспоминаю одну женщину, она лет в 30 с копейками эмигрировала в какую-то страну южноевропейскую. Вот. Все у нее муж такой хороший. По-моему, у нее дочка, да, дочка, вот, все, он их обеспечит, все идеально, живут. Она вся такая позитивная, вся такая улыбчивая. И вот я уже как бы стала смотреть все, когда у нее волос не было. И вот она, ай-яй-яй-яй. Не, она умерла. Я ничего не говорю, я не передразниваю, да, все-таки человек-то помер. Я просто говорю о том, что она все время была такая. И потом, когда она умерла, о ней там ее мать говорила, что она была такой светлой, она была такой вседоброй. А я вот так смотрю и думаю, она была не добрая, она была удобной. Я ее, пока ее смотрела, вот у меня создавалось ощущение, что она подавляет в себе всю злобу, всю агрессию, всю тревогу. Она для всех такая идеальная и удобная. Жертва. Жертва, одним словом. И вот мне кажется, это влияет. Это очень влияет. Если ты вся такая добренькая, такая тетюка всем, я так вас всех люблю, у меня рак, но я вас всех все равно люблю, я сейчас умру, через месяц в муках. Нет, я бы так не говорила. Если бы у меня был брак, я бы вот так видео снимала, говорила, твари вы поганые, я вас всех ненавижу, сволочи. Я вот сейчас сдохну, а вы, падлы, все будете продолжать жить. Я бы все бы свои негативные эмоции выплеснула бы, и все всем сказала, и всех нахэ послала бы. А что держать-то в себе? Интересно, у меня будет когда-нибудь рак? Ну, правда. Ну, просто я всех шлю. Вот. Как бы сказать, вот интересно просто, от чего я умру? Мне кажется, это будет катастрофа. Да, мне кажется, я либо умру от какой-то катастрофы, но я буду, наверное, все-таки старой. Хотя фиг знает. Или, может быть, я потеряю рассудок. Было бы очень интересно узнать, как ты умрешь. Мне было бы интересно. Меня бы это не расстроило. Мне бы, наоборот, это дало бы силы жить. Если бы я узнала, когда и от чего я умру, но только, пожалуйста, не бабки там какие-то, а то мне бабушка все время рассказывает историю, как мой отец где-то там шел по двору и какая-то чокнутая баба ему сказала, что ты доживешь до 50. Но мой отец умер в 55, но это же все равно пятерки там, да, поэтому бабка ему предсказала, что нет, вот это чушь нет. Вот если бы у меня было бы какое-то тайное знание, да, реально вот открылось бы, хотя это невозможно, и вот так узнать дату своей смерти, это бы мне очень бы помогло жить. Это меня бы так вдохновило. Зная точно, сколько мне еще жить, ой, я бы тогда вообще бы, я бы пустилась бы во все. Ну, не тяжкие, но я бы все бы сделала бы. Хотя, знаете, какая разница, знаешь ли ты или не знаешь, да? Сам факт того, что ты когда-то умрешь, должен тебя немножко взбадривать. Вот, я понимаю, для многих людей сейчас то, что я говорю, для них это вообще пипец, как вообще дико. А для меня наоборот. Мысль о моей смерти, она меня, она меня вдохновляет на то, чтобы жить сегодня, вот сейчас, вот прям вот радоваться всему, что здесь. И не только радоваться, можно, конечно, и не радоваться, можно и грустить. Кто тебе запрещает грустить, нужно обязательно и злиться, и все выплескивать наружу. Нет, это наоборот меня вдохновляет на то, чтобы действовать. Действовать, да? Действовать. Позитивно, негативно, круче, неважно. Но главное действовать. А иногда и бездействовать. Иногда же нужно и бездействовать, и ничего не делать. Вот согласитесь, когда-то нужно что-то делать, а когда-то наоборот посидеть спокойно подождать